Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Левит из пятикнижия Моисеева. Сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. И эта глава рассказывает об обрядах, совершаемых после исцеления от кожной болезни, то, что называется мицора, и то, что считалось больше таким духовным недугом, чем, собственно говоря, некой инфекцией. И мы читаем первый и второй стих. И сказал Господь Моисею, говоря, вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить, приведут его к священнику. И здесь мы остановимся. Вот эти слова, когда надобно его очистить, на языке оригинала «в день очищения». «В день очищения». Дословный перевод. Что значит «в день очищения»? Из этого выражения экзегеты выводят закон о том, что очищение болевшего цараат, вот этой духовной проказой, не может быть произведено в ночное время. А вот днем такое может произойти. А что такое день и чем он отличается от ночи? День от ночи отличается тем, что солнце светит на землю, и оно находится над нашими головами. Солнце, правда, это сам Христос. И когда мы пребываем в царстве благодати, то есть в святой церкви, где есть таинства, необходимые для нашего усовершенствования, мы имеем все условия для того, чтобы очищаться. И третий стих «Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения своего». То есть для того, чтобы священнику увидеть, что прокаженный исцелился, он выходил к нему за стан, где и находились эти прокаженные в период своего карантина. Блаженный Феофилак пишет, «Смотри, когда кто уже очистится от проказы, тогда достоин приносить этот дар». То есть заколать Христа и священно действовать. Имеется в виду божественная литургия. «Ибо прокаженный и нечистый по душе не может быть удостоен приносить такие дары, то есть приносить тело и кровь Господа, соединенные с божеской природой». Такое истолкование предлагает блаженный Феофилакт. А разве в каждом случае только достойные священники служат божественной литургии? Конечно же, нет. И где мы найдем столько достойных священников, чтобы везде достойным образом совершалась служба. И церковь делает вывод, что благодать действует и через недостойных, но это не снимает с них самих ответственности. И они могут от этого пострадать. Поэтому для священслужителей очень важно чаще исповедоваться тогда, когда он готовится к совершению той или иной службы. Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Священники иудейские имели власть очищать тело от проказы или лучше не очищать, а только свидетельствовать очищенных. И ты знаешь, как завидно было тогда достоинство священническое». «А наши священники получили власть не свидетельствовать только очищение, но совершенно очищать не проказу телесную, но не чистоту душевную. Посему неуважающий их гораздо преступней Дофана и его сообщников и достойны большего наказания». Дофан и Аверон, они восстали против левицкого священства, и за это они провалились под землю живьем вместе со своими женами и малыми детьми. И Златоуст настаивает на том, что если кто-то выступает против христианского священства, он тем более потерпит великий урон, потому что иудейские священники они поразглашали чистоту и нечистоту, отталкиваясь от внешних признаков, а христианские священники через таинство спасительное сообщают необходимую чистоту самым разным людям. И в том числе священники освящают и друг друга, сообщая необходимую чистоту «Очищение и друг другу». И мы читаем четвертый стих, «то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц, живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и исопа». Ефрем Сирин пишет, «Две птицы, по-славянски птичища, которыми очищаем был прокаженный, представляют образ синагоги, отверженной Богом». То есть всех этих жертв было явно недостаточно. А Феодорит Кирский пишет, «Представляют собой образ спасительного страдания». Здесь червленая нить. «Отпускаемо, ибо как одно из птичищ было заколаемо, а другое, омоченное в крови, заколанного, отпускаемо, так и за прокаженное человечество распят владыка Христос и плоть приняла смерть. А божество усвоило себе страдания человечества. И как кровь заколанного птичища, смешанная с чистой водою, воскрапленная на прокаженного древом, кедровым и исопом, и червленицею сосканную, то есть красную нитью, делала его здоровым и чистым, так и верующий в Спасителя Христа и очищенной водою Всесвятого Крещения слагает себя греховные нечистоты». Очень продуманный такой структурированный комментарий. И пятый стих. «И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою». Ефрем Сирин пишет. «Птицу закалывали при источнике во образ того источника крови, который источен распятым Господом, источником очищения. Заколотая у источника птица есть Эммануил, то есть Христос, и это изображает его вочеловечения, которым он как бы влил кровь в жилы языческим народом». Заколали-то одну птицу, а другая отпускалась, она воспаряла. Так и когда Христа распинали, как Иоанн Демаскин пишет, на кресте могло умереть только то, что умирает, то есть человеческая природа. Страдало и умерло на кресте то, что может страдать и умереть. А божество, оно бесстрастно. И далее мы читаем. «А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их, и живую птицу». «Живая птица» указывает на вечное божество Сына Божия. «В крови птицы, заколотые над живою водою». То есть божество сообщает человеческой жертве Христа универсальные возможности. «И покрапит на очищаемого от проказа семь раз», число семь указывает на спасительное таинство, которое очищает нас, «и объявит его чистым и пустит живую птицу в поле». Иными словами, если бы Христос был бы только человеком, в лучшем случае он мог бы умереть за своих современников. «Но будучи не только истинным человеком, но истинным Богом, вот божество Христа Иисуса придало универсальное значение его человеческим страданиям, жертве. Ибо Бог не ограничен ни временем, ни пространством, как я часто объясняю, у него нет прошлого и будущего, у него всегда настоящее. Именно благодаря этому Христос смог взять на себя грехи всего мира. От первого человека Адама и до последнего человека, который будет жить на земле. То есть Христос именно божественной природой объемлет все и вся. То есть он умер не только за грехи тех людей, в одни которых он жил, не только за грехи от Адама до его пришествия, но и за грехи всех нас, живущих после его вознесения на небо. И он также умер за грехи тех людей, которые еще не родились, а только родятся в этот мир и будут грешить. Если только, конечно, Господь продолжит существование мира. Вот это возможно только божество. Поэтому, когда птица окуналась в кровь мертвой птицы, потом она отпускалась, она воспаряла, это образ именно того, что божество Христа Иисуса сообщает человечеству Христа Иисуса и его страданиям, смерти, универсальное значение. Феодорит Кирский пишет, «Древо же кедровое служит назнаменованием бесстрашного божества, потому что древо сие есть не гниющее, а червленица, сосканное человечество, состоящее из души и тела, и соп горячность и благоухание Всесвятого Духа, потому что крещаемые избавляются через сие от душевной проказы». Вот такой интересный комментарий. И посмотрим комментарий Кассидора, сенатора, это древнехристианский экзегет, которого цитировали некоторые отцы и вводили его комментарии в корпус своих комментариев. У этого автора есть изъяснение изъяснение псалмов и, в частности, изъяснение пятидесятого псалма. И он пишет, «И соп, хотя и малая трава, и соп — это действительно блатская трава, ее омакали в воду или в кровь, а потом кропили из сопа. И соп, хотя и малая трава, корнями своими, как говорят, проникает в недра скал, ее считают целебной для людей при внутренних недомоганиях». И в книге Левит говорится, что ею, смоченной, жертвенной кровью, надо было семь раз кропить тело прокаженного. Очень интересно такое уточнение у Кассидора. И опять возвращаемся к блаженному Феофилакту, который предлагает такое объяснение. Кстати, можно сказать и о том, как эти две птицы приносились Богу. Одну птицу заколали и кровь ее брали в новый глиняный сосуд. Потом оба крыла другой птицы обмакивали в крови и таким образом отпускали птицу живой. Сим изображалось то, что имело сбыться на Христе. «Два крыла – суть две природы Христа, божеская и человеческая, из коих одна была заклана, то есть человеческая, а другая осталась живой, вечно живой. Ибо природа божественная прибыла бесстрастной, помазавшись кровью природы, пострадавшей, и страдания восприняв на себя. Кровь Господа приняла новый сосуд, то есть новый народ из язычников, способный к принятию Нового Завета». То есть то, что вот эта кровь собиралась в новый сосуд, это подчеркивает, что старый ветхозаветный народ не способен был оценить значимость крови Христа. И только в формате эллинского мира, римского мира это свидетельство было усвоено. Хотя и в еврейском народе был верный остаток, который приняли Христа, это и 12 апостолов, и Дева Мария, и другие ученики и ученицы Христа. Мы знаем, что к моменту его вознесения на небо где-то около 150 христиан уже были. Далее мы читаем, «Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водой и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего». То есть возвращение в дом происходит как бы в несколько этапов. Он возвращается в стан, он уже живет среди верующих, но вернуться в свой дом – это означает приступить к учению, ибо дом по-еврейски «бейт» означает не только квартиру, жилище, где проживает человек, но прежде всего дом, где обучают людей закону Божию, то есть школа. То есть даже вернувшись к себе домой, человек не может еще посещать серьезные богословские какие-то занятия, пока все целы не очистятся. Потому что в православном понимании богослов – это не тот, кто много знает, а тот, кто много молится. А есть какие-то механические такие знания или знания, приобретенные механическим путем, они вот будут в нашем сознании, но сердце будет молчать, и не будет никакого приложения этим знаниям. Это все пустое. Как и сказано, имеешь всю веру и все познание, любви не имеешь, в этом нет тебе никакой пользы. И Ефрем Сирин пишет, в очищении видимой проказы ясно представлено очищение народов языческих, как по убиении одной птицы другая птица окроплялась и отпускалась в поле, так с умершвлением живоносной плоти, то есть Христа, окропленные тела язычников получили жизнь, и подобно птицы отлетевшие в поле возносятся в рай. И действительно, как апостол Павел пишет, во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах одесной Бога Отца. Значит, во Христе Иисусе мы уже и вознесены на небеса, во Христе Иисусе мы и умерли на кресте, потому что все, что не происходило в жизни Христа, все, что он не делал, все делалось нас ради человека, нашего ради спасения. Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры пишет, «От начала Дух Божий носился над водой, и издав на Писании свидетельствуют о воде, что она очистительна, при Ное Бог потопил водою мировой грех, водою по закону очищается всякий нечистый, когда даже одежды омываются водою. Первым крещением был потоп для истребления греха. Второе крещение море и облако, ибо облако – это символ Духа, а море – воды. Третье было крещение закона, ибо всякий нечистый омывался водою и мыл одежды, и тогда лишь входил в стан. Четвертое крещение Иоаннова, бывшее вступительным и приводившим крещаемых к покаянию. Ибо они могли уверовать во Христа. Действительно, эти образы, они повторяются в Писании, очищение через окропление и, главное-то, заклание происходило над живой водой. И кровь Христа, она капала в живую воду, то есть чистую воду, проточную воду. А это символ того, что когда совершается крещение водное над человеком, он омывается не просто водою, а очищается кровью Иисуса Христа. Как блаженный Августин пишет, когда вода крещения касается тела, она очищает душу. Далее, 9-10 стих. В седьмой день обреет все волосы свои голову, свою бороду, свою брови, глаз своих, все волосы свои обреет и омоет одежды свои, и омоет тело своей водою, и будет чист. В восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу, однолетнюю без порока, и три десятых части эфы, пшеничной муки, смешанные с элеем, в приношение хлебное и один лог елея. И очень интересное есть рассуждение у Иустина мученика, Иустина философа, это его разговор с Трифоном иудеем. Он пишет, приношение пшеничной муки, которую велено было приносить за очистившихся, от проказы, было прообразом хлеба Евхаристии, который заповедал приносить Господь наш Иисус Христос воспоминания, страдания, подъятого им, то есть принятого им, за людей и очищающих свои души от всякого греха. А вместе для того, чтобы мы благодарили Бога, как за то, что Он сотворил для человека мир и все, что в нем находится, так и за то, что Он освободил нас от греха, в котором мы были и совершенно разрушил начальство и власти. Господь действительно разрушил те начальства и власти, которые были над нами, восторжествовал над ними Своей плотью и сообщил нам освобождение. Как некогда Моисей выводил еврейский народ из египетского рабства, Христос уже не только один еврейский народ, но и все народы изводит от рабства греха, служения дьяволу и страха смерти. Ниже с 11 по 32 стих содержатся законы об очистительных жертвах для прокаженных, но в той или иной степени эти законы уже описаны были ранее. Теперь то, что говорится в этой главе о язве проказы на стенах дома. Но прежде чем мы перейдем к этому разделу, надо понять, что слово дом, как я уже говорил, бейт по-еврейски, это прежде всего дом учения. Оказывается, и в доме учения может быть какая-то проказа, когда мы превратно, неправильно учим, и проказа каких-то ересей может проявляться, даже проказ каких-то талагуменов, частных богословских мнений может касаться наших школ бейт, как дом учения. и мы читаем 33-34 стих, «И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дом в земле владения вашего». Здесь немножко непонятно, как бы Господь сам наводит проказу, а если под проказой в формате бейт дома мы понимаем некую ересь, получается, что Господь попускает какие-то ереси. А зачем? И блаженный ироним Стридонский дает такое объяснение. Действительно, Господь попускает врагу нашему сеять плевела и терния среди пшеницы, чтобы он распространял какие-то ереси в нашем мире, на нашем поле. И Господь это попускает с одной целью, чтобы мы вышли из духовной спячки. Ибо в Евангелии говорится о том, что враг человек посеял все эти терния тогда, когда все уснули. То есть, когда церковь впадает в духовную спячку, Господь попускает активность еретиков, это нас пробуждает, мы тоже начинаем действовать активно. То есть, как и блаженный Августин пишет, Господь никогда не попустил бы зла, не имея намерения его обратить во благо и в добро. Ефрем Сирин пишет, дом, если в нем будет проказа, этим показывается превосходство истинного богослужения перед служением идолам, какой был у всех язычников. Впрочем, дом прокаженный изображает и народ израильский, а камни, покрытые проказой, представляют нечестивых распинателей. Здесь еще одно решение найдено для этого текста. Действительно, дом покрытый проказой, это тот самый дом, о котором Христос сказал, дом ваш остается пуст. То есть, благодать покинула Иерусалимский храм, когда Христос умирает, завица в храме разорвалась надвое. Как бы такое свидетельство, что Господь покидает этот мир, мир Ветхозаветной Церкви. И мы читаем далее с 35 по 40 стих. Тогда чей дом должен, то есть, чей дом покрыт проказой, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, то есть, освободить его, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечестивым все, что в доме, после всего придет священник осматривать дом, если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней, то есть, некий карантин. В седьмой день опять придет священник, если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А камни, пишет Эфрем Сирин, покрытые проказой представляют нечестивых распинателей. Но разве распинатели Христа только евреи, а, впрочем, они не распинали Христа, это делали римляне, а разве виновные в распятии Христа только евреи и римляне, каждый из нас, который совершает грех, он как бы вбивает дополнительный гвоздь в руку нашего Спасителя, пронзает его ногу новым гвоздем, ибо Христос умирает за грехи всего мира. Исидор Пелусиот, у него есть письмо к пресвитеру Агафу, он пишет, «Почему закон повелел не употреблять в одну ткань льна, шерсти и багреницы, а в книге Левит входит в рассуждение о проказе на одеждах и камнях? Писал ты, с каким намерением Моисей узаконил не делать одной ткани из льна и шерсти и льняных одежд не ткать с багреницей и тщательно наблюдать за проказой на одеждах и камнях? Посему мог бы я указать умозрительное значение сего? Потому что заключается в этом превосходное иносказание, которое могут принести пользу тем, у кого ум мало упражнялся в умозрении». То есть все эти образные какие-то сравнения они для тех, которые не могут понять открытое духовное наставление, поэтому в этих образах им все это становится понятнее. Далее. «Но поскольку знаю, что многие думают, будто бы обращаться к умозрительному толкованию по невежеству уклоняться от решения вопросов, и что ты удовлетворяешься только самим делом и прямым истолкованием писаний, дам прямой ответ без всяких околичностей. Думаю, что Моисей, возводя подчиненных ему к любомудрию и намереваясь обучить, имел у себя только потребное, осудил на изгнание всякую роскошь тем, чтобы не делать одной ткани из льна и шерсти, изгоняя пестроту. И тем, чтобы не ткать льняных одежды с багреницею, устраняя дороговизну и нарядность одежд, а тщательным наблюдением за проказой на одеждах и камнях запрещает приобретать и сберегать что-либо сверхпотребного. Здесь мы видим, как одно истолкование может дополнять другое истолкование и для нас, конечно же, это великое назидание. И далее мы читаем с 41-го по 44-й стих «А дом внутри пусть весь оскоблят и обмазку, которую оскоблят, высыпят вне города на место нечистое и возьмут другие камни и вставят вместо тех камней и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как выломали камни и оскорбили дом и обмазали, то священник придет, осмотрит и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме нечист он». Вот такой дом он уже приговаривался к разломанию и когда какое-нибудь сообщество православных уклоняются в проказу ереси и заблуждений, то это сообщество могут отлучить от церкви, то есть происходит разлом между ними и нами и они уже отчуждены от народа Божия. Тертулиан, учитель церкви, в трактате о скромности пишет, «Если после восстановления и обновления священник вновь заметит в том же доме некие пустоты и пятна из числа прежних, то он провозгласит этот дом нечистым и прикажет разобрать материалы, камни и все, из чего он построен, и выбросить в нечистое место. Так будет с человеком, с его плотью и душою, если после крещения и вхождения священников обновленный он опять покрывается нечистыми пятнами плотских страстей, он будет изгнан из града в нечистое место, то есть предан сатане на погибель плоти». Таким образом, Тертулиан предлагает совсем уж аллегорическое объяснение. Священник, входящий в дом, это священник, который пытается войти в сердце грешника и объяснить его душе, что опасно, что может привести его к погибели, а если он не слушается, то он сам становится виновником того, что действие благодати по отношению к нему прекращается. По закону Христа мы не можем сразу человека отторгнуть от общения церковного, сказано, если имеем на брата, мы должны один на один его обличить, потом двое-трое, а если в каждом из этих случаев он не послушается, мы поведаем церкви, то есть священнослужителям, а люди церкви, священнослужители, уже вынесут решение при его непослушании, что он отлучается от церкви, как апостол Павел в первом послании Коринфянам он предал одного человека за блуд в вознеможении сатане, то есть отлучил его от церкви, чтобы стана мог бы его удручать. Правда, во втором послании Коринфянам апостол Павел прощает этого человека и он пишет довольно для него того, что он уже получил. И читаем еще. Должно разломать сей дом и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он запер, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, то должен вымыть одежды свои. То есть Господь как бы вводит человека в таком состоянии, в абсолютный такой полный карантин. И в конце концов человек должен отказаться от собственного жилища. В данном случае он должен отказаться от сообщества людей, которые дороги для него, если они встали на путь раскола или на путь ереси. Ефрем Сирин пишет, закон предоставляет и другой пример в зданиях и камнях. Сказано, если войдет священник, увидит проказу в доме, то все, что в доме, нечисто. И так, по моему мнению, священник есть закон и ведение, поэтому, если кто стал грешен до ведения закона, то не подвергается ответственности за других, потому что не с ведением делал, впрочем, поскольку это нечисто, то сам до гнусности осквернен отпечатками нечистоты. То есть, человек действительно может не знать закона и совершать какие-то преступления. Так вот, священник входит в дом твоей и моей жизни, и священник наставляет нас. В начале пути каждого из нас в церкви был какой-то духовник, который нам объяснял, что правильно, что неправильно, потому что незнание закона не является какой-то панацеей от ответственности за закон, хотя в Писании и сказано, пришел закон, и грех усилился. То есть, когда человек грешит вне закона, то есть, не зная закона, какое-то снисхождение может ему быть. А если он уже и знает, что он нарушает прямую заповедь Божию и продолжает также грешить, конечно, неизбежно придет очень серьезное раскаяние. И окончание этой главы с 48 по 56 стих. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. То есть, если карантин выдержан для какого-то человека, и он перестал грешить, то он объявляется чистым. Или какое-то сообщество верующих уклонились сначала в какие-то талагумины, частные богословские мнения, а потом не продолжали этого делать, то это сообщество остается церковным. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и сопа. Опять тот же способ очищения, который мы читали ранее, то есть только кровь Иисуса Христа освобождает нас от всякого греха. кровь Бога Человека Христа, истинного человека, истинного Бога. Поэтому одна птица заколается, та, которая символизирует человечество Христа, другая отпускается, которая символизирует вечное божество. И заколит одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою, этот образ мы уже разбирали, живая вода, и возьмет кедровое дерево, соп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой, и в живой воде, и покропит дом семь раз. Опять число семь всегда указывает на полноту таинств церкви, благодатных даров. И очистит дом кровью птицы, и живой водою, и живой птицей, и кедровым деревом, и сопом, и червленую нитью. То есть, и человечество Иисус Христа очищает нас, как и божество Христа Иисуса сообщает нам освобождение от власти греха. И отпустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказе, и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто, и когда чисто. Вот закон о проказе. Мы не пропустили ни одного стиха из раздела, где говорится о доме, который покрыт проказой, потому что дом – это очень важное понятие. Помните, был такой Закхей, который искал видеть Иисуса, хотел знать, кто он, и когда Иисус проходил рядом со смоковницей, на которой сидел Закхей, Иисус назвал его по имени и сказал Закхей, сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме. То есть Господь стремится, чтобы не только мы очистились, но и наши домашние и близкие. Тем более, что в Писании сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры.